Можно сказать так, это этап, переходный период ребят из юношей во взрослую жизнь, в футбольную жизнь. Дубли ребята должны показывать все самое лучшее, что они умеют. Если они чего-то достигли, чего мы их научили, они уже должны выходить, играть уже во взрослый футбол, а не возвращаться обратно. Приехали, размялись, выиграли. Чемпионат дублеров это что-то среднее между лицензией и уже командами высшей первой лигой. Основная задача это подготовить футболистов для первой команды. Задача еще заключается в том, чтобы футболисты из детско-юношеского футбола начали достигать азы уже футбола взрослого. Я думаю, что у многих команд задача это первое место. Ну, в дубле ребята должны показывать все самое лучшее, что они умеют. Футболисты должны уметь добиваться результата. Если они умеют добиваться результата, им будет легче уже в взрослом футболе. То есть мы вырабатываем тот стереотип, что они должны в каждом матче добиваться тех задач, которые были поставлены в игре. И чтобы быть всегда, как говорится, на уровне, ты должен всегда отдаваться своему делу. То есть этому футболу, то что не только, грубо говоря, в тренировках, в играх и в повседневной жизни. Если ты хочешь добиться высоких результатов, ты должен всегда к себе быть требованный, не ставить какие-то задачи. Футболист достиг какого-то мастерства, он не попал в первую команду. Он должен ходить куда-то в аренду, чтобы у него была обязательная игровая практика, чтобы не останавливался в этом только в тренировочном процессе, чтобы только тренироваться. Это жизнь. Это жизнь, это ступени. Любой спортсмен снизу идет вверх. И не всегда все бывает гладко. Это естественный процесс, который происходит, наверное, во многих дублях. Так оно и должно быть. То есть, если они чего-то достигли, чего мы их научили, они уже должны выходить, играть уже во взрослый футбол, а не возвращаться обратно. К этому привыкнуть, конечно, невозможно, но парню надо доказывать, футболисту доказывать свою состоятельность, поэтому едут в аренду. И в этом году как раз так получилось, что очень плотно работает дубль и с лицензией, и с основным составом. И есть дополнительный стимул. У ребят из старшей лицензии мы их привлекаем за дубль, они проявляют себя. И у ребят из дубля привлекаем за основной состав. Поэтому, ну, работать как раз вот вместе, это и дает такой результат. Плюс, конечно, условия, которые создает наш клуб для молодых футболистов. Это способствует их развитию. Залог успеха, то, что они добиваются результата уже в этом возрасте, привыкают к тому, чтобы попасть в возрослый футбол. Все время стремиться быть первыми, это, наверное, одно из самых главных. Но для нас, как для тренерского штаба, это главное подготовить футболистов к первой команде, к сборным нашим. То есть, если мы подготовили и ребята заиграли, это, наверное, главная задача дубля. Для дубля это был обычный день. Как-то даже и, ну, не переживалось. Не знаю, в этом году я в большинстве игр очень был спокоен за результат, за ребят. На протяжении всего сезона показывали хороший футбол. Были несколько неудачных игр, ну, у какой команды их не бывает. Все выигрывать нельзя. Поэтому ехал спокойно, уверенно. Приехали, размялись, выиграли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем прямую трансляцию матча дублирующих составов Минского Динамо и футбольного клуба РУХ. Обе команды готовы к поединку. Надеемся, он будет насыщенным и интересным. Цепенков в дальний угол. Нижний забивает Цепенков. Очень важный гол на первых минутах. Демченко направо на Ровда. Удар в дальний угол. Будет продолжение атаки. И ближний угол поражает Кирилл Забелин. Дабы Скиба. Удар поворотом. Мартюк тащит. Отбивает. Одиннадцатиметровый. Когда Дабы Скиба не забил пенальти, я подумал. Роме пора ехать в аренду. Угловой в пользу Руха. Цепенков у мяча. Подача на ближнюю штангу. Удар. И гол. 2-1. Рух выходит вперед. Ребята сильно не переживали. И они уверены. И в себе уверены. И в нас уверены. И мы в них уверены. Поэтому я думаю, что вышли на поле. Сделали свое дело. Молодцы. Подача Судловова. Не поднимает флажок. Боковой арбитр. И гол засчитан на 45-й минуте. Сравнивает счет Динамовцы. 2-2. Еще одна опасная атака Динамовцев. И завершается она голом. 3-2. Вперед выходят белосиние. Динамовцев. Правильную позицию забей. Назад. Слабо. Назад. Слабо. Крест садись. Я считаю, что мы к этому были готовы. И как бы стремились еще с первой дни подготовки к тому, что мы будем ставить себе максимальную задачу. Мы идем к этому. Да, в этом году мы лучшие. В том году были лучшие. Но это уже заслуги прошлые. Нужно готовиться к следующему году и начинать это делать сейчас. Думать, просматривать ребят, которые на следующий год будут играть в дублирующем составе. Кто-то перейдет в основной, кто-то уедет в аренду. Потому что у спортсменов. Прошлые заслуги, они остаются на бумаге. Но за них уже никто тебя не похвалит. Нужно смотреть в будущее. А будущее, я надеюсь, будет радужным. Субтитры создавал DimaTorzok